здравствуйте друзья снова мы мы в эфире из четвертого сектора никабайт берем интервью у одного из наших самых любимых людей клуба Игоря Сандлера пусть нам Игорь расскажет все про этот сектор потому что он думает про тех кто его разбивал пусть ничего не скрывает от нас пусть всю правду нам скажет правду да рассказывайте ну почему сектор очень удобный очень красивый хороший но к сожалению не очень уловистый ставьте лайки сектор интересный но к сожалению в нем поймать рыбу очень сложно не так поймать как вытащить здесь еще буквально недавно были кусты которые были вдоль всего берега которые вырезали но к сожалению внизу они все остались и за которые все цепляется поэтому что-то ловится очень маленькая большая рыба вся уходит цепляется исходит но мы не теряем надежду поймать ее и продолжаем конечно винить судьи мы не будем всякое бывает ну организаторов которые размечали выбирали сегодня это плохой сектор завтра будет другой плохой сектор поэтому все невозможно знать и предвидеть предвидеть погоду да давление совершенно верно ветер совершенно верно как я уже сказал ребятам это говорил стас стас сашка юкилис вчера он сказал что секторами мы определились осталось определиться с погодой ну и погода тоже не на плане того что сектора желание они выбрали как бы нормально но опять же получается что часть секторов они под определенную погоду по любому модель да да невозможно именно в такую погоду есть часть секторов которая будет хорошо работать соответственно другая часть не будет работать всегда бывает кто-то кто выигрывает и кто-то кто проигрывает поэтому все не могут стать чемпионами было бы классно да 23 чемпионы израиля один одинаково наловили много рыбы не бывает так что если не в этот будет следующий раз сто процентов это да но мы заодно как бы не забудем вспомнить о том что игорь является спонсором этого турнира это очень важно потому что конечно кубок хорошо это красиво на нашей это замечательно но иногда хочется что-то еще такое что в руках можно поддержать и даже использовать в свою пользу а то что дает игр использовать всегда можно а в этом смысле да вот и можно и нужно и многие команды с нетерпением ждут награждение а шо же он там дед мороз ящичек положил но не только дед мороз от никобайц но и другие спонсоры тоже что-то положили нет ну это очень приятно ну мы кстати про эти другие спонсоры могут надо упомянуть я не знаю но есть несколько насколько я знаю еще не ну кроме саши альпана и кроме спорт x и андрея степчина но есть вот уже три мало не я надеюсь будущем их станет все больше и больше желающих интерес проснется интерес просыпается мы это видим по израильским командам да это очень в этом году стало намного больше что радует что свежая кровь в ходе да наше движение и это интересно становится чем больше все таки будет спортсменов тем интереснее будет проходить турниры и это большой плюс согласись что когда ты идешь на соревнования где ты видишь одни и те же знакомые лица которых ты знаешь десятки лет ну конечно конечно же интерес не тот потому что ты знаешь что можно ожидать от каждой команды в кассе есть а когда появляется новое лицо ты не знаешь четнее можно ожидать а тем более если это лицо не дай бог станет соседом прикормить данным пелицам хорошим таким разводников да не только вот у нас соседи есть мы их очень хорошо знаем они к нам приходят мы к ним приходим мы не от них ничего не прячем они от нас не прячем потому что мы знаем кто на что уже ловит и кто на что кормит поэтому что-то новенькое новые команды может что-то и преподнесут нам интересного в этом году а учитывая какую рекламу они делают каждый эфир каждая из команд не сговаривает сделанному вам соревнований и уговаривать всех кто слышит присоединяться и участвует в соревнованиях эфир фиш ну это должны люди все-таки быть которые любят природу любят побыть на природе неделю это очень интересно да очень вспоминающий как бы поэтому даже если вы не выиграете вы получите море удовольствия от борьбы от проведения целой недели на природе возле кинер это это да жаль очередной год не получается иностранным командам попасть на наш турнир но надеюсь может быть со следующего года все-таки какие-то произойдут изменения с короной и и как бы мы к ней уже куда поборят ну и смогут они посетить все-таки нашу страну я ведь я знаю что многим командам понравилось это не с удовольствием еще хотели вернуться да я просто видел какой был интерес даже команд которые знали что будут проблемы скорее всего даже при этом были команды которые со мной связаны списывались спрашивали тот же Игорь ну он был же у нас здесь да Чернов? Чернов да он же там была украинская команда в которой в принципе он собирался присоединиться ну надеюсь в следующем году появится еще не одна второбежная команда я желаю еще много приезжайте будем рады вам помочь организовать нам бы денежного спонсора чтобы мы могли сделать два турнира подряд а не один в году два турнира международных ты хотел или что может быть сделать один международный турнир как была мысль что из наших команд на него попадут победители скажем такой трех годов например если это разные команды конечно за три последние года три чемпиона они как бы попадают и получают билет автоматом на этот турнир все остальные команды за рубеж ну вот а один турнир как бы чисто как сейчас в Галейской карте ну это как бы планы насколько понимаю да это планы да которые упираются в наше время в наши возможности понимаешь не только в ваши потому что ведь надо еще и найти судейскую команду на каждый турнир но для начала нужно дождаться когда смогут иностранная команда посетить было бы интересно пригласить чемпионов каждый разных стран ну как бы были но это был турнир такой все-таки нет чемпионов турнир открытый чемпионат израиля да скажем так так я поэтому говорю о том что делать вот и женя холод пишет поднажмите там болею за вас но мы сами болеем за себя к сожалению не все от нас зависит так что будем нажимать а я теперь понял что написал тебе алекс заедине написал бери их иначе она не ловит она не ловит а они не ловят ну да ну нет и бить не надо они все делать с удовольствием пытаются стиль сегодня я думаю многие команды сегодня сидят безрывая сейчас покажу командам когда стиль и мир от посмотрите вот все кто знает наш возле он прекрасно понимает что ты вот такому что положение мягко говоря грубо выражаясь это место в кино который дает реально на рыбу результат то есть где-то мод кто-то и подлавливает но это так не очень а так чтобы ловить нужно конечно наш администратор зашел посмотреть на нас кстати да вот на прошлом эфире один из израильтян зашел и написал что он нифига не понимает но мы просто он тащится глядеть на наши стримы даже не понимая о чем идет речь но я им сказал что по-любому все стримы будут переведены на трублированные наверно трублированные либо с аппетитрами либо звуковой посмотрим как будет лучше как я это делал в прошлом големе да это занимает наверное есть израильские команды которые ну израильтян которые на иврите происходят смотри у меня есть стримы которые чисто на иврите ну конечно из разных соответственно многие русскоязычные спортсмены из других стран не понимают о чем там говорят а им было тоже бы интересно понять о чем идет речь поэтому естественно когда у тебя есть возможность увидеть перевод или услышать перевод это прикольно этом я стараюсь но это занимает много времени 23 ну если зрители которые хотят что-то спросить могут написать спросите на иврите мы им ответим нет мы отрицаем 100 процентов мне звонило очень много народу на самом деле израильские уже новые какие-то команды которые хотят участвовать они хотели прямо сейчас участвовать но я сказал ребята извините как у нас сегодня-навтра не работает ну да это сложно ну блин все же подсчеты все же идет за счет окриста команды машина они просто так захотелись у кого взять вот как раз я так понимаю томас на служу на стриме тех команды которые не попали а мы их ждали ждали нам интересно были бы побороться вот этого товарища ты должен знать да да то мы я тебе скажу на нашу настою славка от вас жокет но скажу на их не я постараюсь к вам в этом году приехать раз вы к нам нет так мы к вам да я надеюсь что откроется у нас за границ граница принципе уже открылись и приедем мы к нам естественно эдик может нам вы к нам эдик сядь пообщаемся мне ну я работал за всем плотина мы покормил все кончилось да можете отдохнуть время кормления закончилась немножко вы рассказать время кормления себя рассказать что-нибудь я пока включу газ там можем приготовлю для вот одно счастье у нас есть повар шефский и готов ответить на все ваши вопросы где-то махиша привет и томас нас видят там и через 10 минут я тебе позвоню кто пишет айдинер зайдинер но мы стараемся будем как говорится воевать до последнего не надо до последних до последнего как говорится и мы вас загоняем первые места будьте осторожны вот третий участник куда вы убежали он вам готовить жрать народ я значит скажу сразу по поводу дальнейших планов судя по тому что темнеет не нет смысла ехать на амну на пока доеду с темнее это кончательно и делать стримы тем никак не по кайфу поэтому я наверно ставлю их на утро здравствуй явление христа народу откуда он появился кормежка была он работу работал да работал работу а вот люди работали а мы тут ходим оружие околачиваем командам мешаем работа в отходите здесь камеры все мешаете так что со мной вы уже как бы видитесь сегодня вечером новостях 10 часов на русском 10 45 на иврите кто понимает заходите никто не понимает проходить спал он а это про тебя наверно я заединить я спал да да спал он забыл такой спал с ведром и прикормки не оправдывайся не надо права у нас надо атаковать я зачем менеджи сосед мы же пульские опасности передать вкусняшек своих как кстати мин где вкусняшки и зажал а мы их сели они до нас и дошли товарища бетон будет отвечать серёжа песков зашел серый знакомые тебе лица до проезжай жаль что ты не приехал по загарал бы хоть бы кайфанул до нас тут 22 градуса днем и 8 ночью блин сегодня меньше сегодня 7 вроде будет пипец как только солнце садится на роде он сразу говорю хавайся но днем хорошо загораешь тепло жарко шорта ходим маечки короче серёжа песков пишет тоже на спусте смысле сюда уже может уже можно ехать 9 числа я открыл израиль открылся для туристов те кто привиты для привиты молдавская команда да как бы у них же два человека заселяли в молдавии они не успели вылететь я взял письма от клуба но минздрав одному из участников разрешение не дал потому что у него больше 100 80 дней дня последний привет правильно все автору получил решение рушу мне в час ночи позвонили с бенгрена из пограничники и спросили ты знаешь этого мужика так он не что знаю было в эту пятницу паука он уже сидит в секторе все нормально а так у нас молдави с молдави на завтра команда с новостным флагом на закрытии будет молдавский флаг это первый раз молдави они были на кубке не на кубке да у которых израильские паспорта они одной попой на двух стульях они подождение вроде бы пришли что они не привиты как они же ехали а куда они мне кто-то говорит кто мне рассказывал что они вроде бы собирается он сашей ехать прививаться может собирались на не доехали ну кто смотрите если у вас не хватает прививок приезжайте мы вам поставили такие мы можем я не помню кто кто-то не говорил что они хотят и поехать привиться а вас серёга же он же переболевший ну и дальше что если переболел смотря когда если опять же больше там помню трех месяцев это должен сделать прививку как моя жена переболевшая но она сделала моя мама переболела в литве и сейчас она сделала одну прививку и вторую уже две прививки на сделала и через три месяца должна будет сделать давайте хорошим сегодня у меня у сына 13 лет день рождения поэтому поэтому я сейчас такой красивый я уезжаю мы отпускаем на пару часов побыть дома до поздравить сына и обратно в бой также я хочу давали что на это поздравить сына чтобы дай бог ему много здоровья счастья чтобы наконец-то стал мужиком в тринадцать лет хороших родителей спасибо за рады участвовать и рады всех видеть взаимно взаимно конечно дай бог если повезет мы у них будем в этом году момент по тренингсов в феврале собирается к ним минск и ну все пока все ребята так что я отчаливаю все обнимаем всех я у него ключик в ротом сейчас буду все тебе пишут и другие на зальту ребята вы понимаете вы можете продолжать писать и уже по стоках стрим закончится как бы это же нормально делать как это называется отзывы ставить свои комментарии комментарии оставлять вовку его сына с взрослением 13 лет в израиле ставьте лайк кто не знал это он стал мужчиной может жениться все и ставьте лайк подписывайтесь на ежика 10 вечера я выйду с новостями сегодняшнего дня на русском языке ну может быть я чуть опоздаю где-то плюс-минус 10 часов так что следите мент рыба ты уже сожрал ой вам там пошли лайки и пошли сердечки это сердечки то ёжику сердечка это ёжику глава момент тебя влюблен ёжик на всех тебя влюблен это момента палец заклинило это тот палец у надо короче последнее сердечко все сердечки заканчиваем все выключайте давайте бухать теперь пока ребята и снова пошли сердечки и 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 Субтитры создавал DimaTorzok